Я думаю, что некоторые из вас, возможно, многие, видели чаще мою комнату, мое рабочее место, чем меня. Поэтому, если вам эти кадры сейчас о чем-то говорят, то, скорее всего, вы видели меня на просторах Ютуба. Всем привет! Меня зовут Саша, я рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я снимаю видео, которое я никогда не снимала в своей жизни и не видела аналогов на русском Ютубе, по крайней мере, возможно, я что-то не видела. Или же мне просто не попадались такие видео на глаза, но, в общем, это не важно. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать вашу комнату эстетичной, красивой, уютной, и для этого не нужно будет иметь огромное количество средств. Большинство из этих идей также будут бесплатными, то есть они не будут иметь какого-то бюджета, это есть абсолютно у каждого. И многие даже не подозревают, что свою комнату можно преобразить буквально 15 минут прямо после просмотра этого видео, поэтому, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Всего это видео я разделила на три категории. Первая категория — это то, что не имеет бюджета, то есть то, что можно делать бесплатно. Вторая категория — от нуля до тысячи рублей. И третья категория у нас будет больше тысячи рублей, то есть здесь бюджет не ограничен, и тоже фантазия, в принципе, не ограничена. Поэтому, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. На самом деле, если у вас есть личная комната, то, скорее всего, она напрямую отражает своего владельца, то, какой вы хотите ее видеть, скорее всего, она так и выглядит, она отражает какое-то ваше внутреннее состояние в данный момент. Наверное, то, как моя комната выглядит сейчас — это идеальная комната в моей голове. Я всегда мечтала, например, о двуспальной кровати, о такой большой комнате, хотела такую подсветку. Как только я сделала комнату своей мечты, комнату из Пинтереста, я стала чуточку счастливее, на самом деле. Мне также очень нравилась моя предыдущая комната, кто помнит, она была максимально уютная. И вообще, я видела на просторах Ютуба, на просторах Пинтереста очень много разных комнат, разных эстетик. И, честно, хочу сказать, что мне по душе больше какой-то минимализм, и я не люблю, когда все вечно постерами, есть очень много вот этих, вот знаете, листьев, которые любили все вещи в 2020 году. Я в душе и наяву жесткий перфекционист, и как бы это красиво не выглядело в кадре, все эти украшения, я это попросту не делаю, потому что я живу в этой комнате, мне хочется, чтобы в первую очередь мне было комфортно здесь находиться. Также какие-то идеи, мелочи из моей комнаты, какие-то интерьерные решения вы можете брать для себя, я буду абсолютно не против, я буду даже за. Начинаем с идей, которые абсолютно не требуют затрат, это перестановка в комнате. Перестановка не только мебели, а вообще всех предметов, которые есть в вашей комнате. Я знаю, что очень многие любят, например, какие-то стеллажи ставить. Я забыла, как называется эта штука, но, знаете, многие любят хранить одежду именно таким открытым способом, когда нет шкафа, или когда хочется просто какие-то аутфиты на каждый день, чтобы они были в легком доступе. Вот такая штука, в общем, вы поняли. И тоже можно попробовать это все переставить, перекомпоновать и понимать, что иногда бывает лень, даже если посмотреть сейчас на мою комнату, то здесь есть где разгуляться, есть место для полета фантазии. На самом деле, вы можете даже не подозревать, как вообще по-другому ваша комната заиграет. Вообще, я хочу дать такие маленькие советы, которые мне нравятся по организации комнаты, по организации, в принципе, мебели, по расставлению. Во-первых, мне очень нравится, когда стол находится у окна, это очень прикольно. Я думаю, что здесь не стоит особо пояснять, но, во-первых, это самое главное, естественный свет, и когда ты смотришь в окно, когда ты видишь, что происходит за окном, можешь открыть его, чтобы подышать свежим воздухом. Это гораздо быстрее настраивает на продуктивную и эффективную работу. Сейчас кажется, что есть масса способов, как можно бы расположить кровать в моей комнате, но, мне кажется, я выбрала один из наиболее удачных. Еще какие способы я тогда видела, это, например, кровать приставить к стенке, но тогда убрать одну из тумбочек. В принципе, я могу это в любое время сделать, например, убрать одну из тумбочек на чердак, но могу сказать вам, на самом деле, две тумбочки это очень удобно, и я бы не сказала, что это прям сильно нужно. Но, с другой стороны, это довольно-таки бывает полезно, тем более мне нравится, что какие-то вещи у меня стоят здесь, какие-то там, и получается, знаете, какое-то разграничение пространства, все стоит не на одном месте, хотя, наверное, если бы она у меня была одна, опять же-таки, не было других вариантов. Если кровать такая большая, то вариантов расстановки не так много, но если это маленькая односпальная кровать, то здесь вообще можно разгуляться и, так скажем, в любом месте комнате найти для нее место. Второе, это очистить все поверхности от пыли и лишних вещей. Я сейчас говорю конкретно про комоды, про тумбы, про ваш стол. Согласитесь, что гораздо приятнее смотреть на такую картинку, чем на такую. Как говорится, о вкусах не спорят, но когда у вас реально на столе лежит, ну, всякий мусор объективный, разные фантики, кружки, какие-то остатки еды, это не очень приятно, и вы даже можете не задумываться о том, что реально у вас столько всякой всячины, которая вам не нужна. Это касается не только даже поверхности, а просто каких-то коробок, брошенных в комнате от обуви, не знаю, какой-то канцелярии, это может быть все, что угодно, какие-то лишние пакеты. Я советую вам избавиться от всего того, что вам не нравится в вашей комнате. Конечно, не нужно тут мыслить прям кардинально, я имею в виду, если реально это вам не нужно, то зачем вы это дальше продолжаете хранить. Также, что касается, конечно, уборки. Ваша комната может мгновенно преобразиться, если вы просто приберетесь и расставите все по своим местам. Очень часто у многих встречается бардак в комнате, кто-то забивает на это. Я, конечно, не отношусь к числу таких людей, но вот правда, если вам не хватает какой-то мотивации, я советую вам включать какую-то музыку на фон. Возможно, также мои видео «Убирайся со мной», где, например, недавно, буквально недель назад я расхомляла свою канцелярию, поэтому почему бы не заняться чем-то полезным и не сделать свою комнату гораздо приятнее, ведь это реально бесплатно, но комната ваша преобразится. Следующее — это поменять расположение и декорации в вашей комнате. Я уже говорила про мебель, но я здесь имею сейчас в виду какие-то маленькие вещи, возможно, какая-то колонка, светильник. Просто ваши органайзеры переставить их по-другому, попробовать, например, те органайзеры, которые вы хранили дальше, проставить больше, а те, которые были на переднем плане, поставить подальше и просто проэкспериментировать, как вам больше нравится, как вам визуально приятнее. Например, если раньше вы ставили ваши растения там на столе, можно попробовать их поставить на подоконник. Как я уже сказала, это могут быть абсолютно любые декорации, например, как вы видите, сейчас у меня такое расположение, кнопка у меня стоит вот здесь, здесь стоит зеркало, мои плюшевые две игрушки, и дальше у меня пустая полка, и дальше лего. Я могу в любую минуту все эти полочки приставить местами, попробовать это как-то компоновать, например, раньше я ставила вот этот светильник сюда, и можно поставить эту доску вниз, и также проэкспериментировать с этим, посмотреть, как это будет смотреться. На самом деле, чем больше вариантов перестановок для вещей вы найдете, мне кажется, тем будут интереснее, вы найдете самый такой удачный и наиболее способ для вас, например, сейчас у меня здесь стоит растение, кто-то любит ставить растение прямо на стол, но я люблю вот такое расположение, мне кажется, сейчас оно подходит больше всего моей комнате. Еще я вам советую переорганизовать какие-то вещи, это может быть все, что угодно, ваш гардероб, ваши стеллажи, ваши книжные полочки, полочки с канцелярией, и все из этого вытекающее, потому что очень часто на такие вещи мы забываем, так как действительно это реально отнимает много времени, все продумать, все разложить, все обратно положить по местам, и также, кстати, будет классно, если вы там вытерете пыль, потому что очень часто в таких местах, где мы храним много всего, в том числе на каком-то стеллаже, очень редко потеряем пыль или просто лень. К примеру, я также стараюсь регулярно убираться в своем шкафу с одеждой, потому что сезон меняется довольно-таки быстро, хотя, кажется, 3 месяца, но на самом деле все бывает чуть быстрее, потому что зима у нас начинается раньше, лето начинается позже, так вот, я сейчас не к этому, я к тому, что я очень люблю организовывать вещи по сезонам, на самом деле это не только эстетически, визуально приятно, это и гораздо удобнее, потому что бывает такое, что у меня здесь висит платье, здесь висит кофта, здесь висит бомбер, и это вообще непонятно какая организация, и, так скажем, вещи не по сезонам бывают гораздо ближе, чем те вещи, которые мне нужны. Банально, но я рекомендую пользоваться контейнерами и органайзерами, мне кажется, это довольно-таки такая недооцененная вещь, потому что некоторые считают, что это только захламляет пространство, но как по мне, это наоборот разгружает пространство, делает все более легким и воздушным. Я бы не сказала, что у меня прям очень много контейнеров, но тем не менее, те контейнеры и органайзеры, которые у меня куплены, я ими пользуюсь, и как считаю, что они упрощают мне хранение многих вещей. Если у меня это все хранилось бы друг на друге, мне было неудобно брать, например, самый нижний стикер, но у меня это все хранится в органайзере, и я имею прямой доступ к каждой вещи. Что касается также некоторых органайзеров, например, здесь у меня находится огромный органайзер с канцелярией, сейчас я вам его покажу. Он у меня стоит именно здесь, а не на столе или где-то на виду, потому что, во-первых, я этим не пользуюсь каждый день, я бы сказала, что этим очень редко пользуюсь. Здесь у меня хранятся разные новые наборы, новые ручки, вот у меня новая замазка, и все это мне как бы не нужно прямо сейчас, я этим пользуюсь очень редко. Здесь также все мои наборы наклеек, поэтому я не вижу смысла это хранить в такой быстрой зоне доступа, если это просто будет стоять и пылиться. Конечно, сейчас огромное разнообразие органайзеров, они продаются на всяких маркетплейсах, на том же Алиэкспрессе, можно заказать очень всякие прикольные варианты. Например, я как-то заказывала органайзеры на китайском сайте, это было года три назад, до сих пор ими пользуюсь, они служат очень долго, и я считаю, что это такая долгоиграющая вещь. Знаете, почему я эту идею отнесла в идею без бюджета? Так потому что эти органайзеры можно делать самим. Например, сейчас я вам покажу органайзеры, которые у меня получились из каких-то рандомных коробок. Итак, показываю вам мои такие самодельные органайзеры из каких-то подручных средств, раньше у меня их было больше, потому что раньше я не находила какие-то подходящие для себя, просто не было в магазинах, мне кажется, буквально пять лет назад сложно было найти что-то интересное. Вот это одни из этих органайзеров, это вообще коробка от часов, это две ее части. Вот это вообще супер самодельная вещь, я вообще не знаю, откуда эта коробка, она выглядит, честно скажем, не очень, но она на самом деле очень вместительная, поэтому я оставляю ее, в принципе, не видно, я никогда не показываю видео. Здесь у меня и калькулятор, и скрепки, и клей, ну знаете, такое все офисное, канцелярское. Следующая идея, возможно, прозвучит немного грубо, но сложить в аглишкафчик то, чем вы не пользуетесь вообще, что такое аглишкафчик. Но он страшный не потому, что он страшный, а вы складываете туда вещи, которые, так скажем, не подходят по какой-то эстетике вашей комнате, те, которые не должны стоять на виду. В общем, я думаю, что многие из вас реально имеют такие шкафы, возможно, у кого-то огромные, у кого-то маленькие, например, те же самые шкафы под книги. Кто-то любит хранить их в открытом формате, кто-то покупает красивые здания, кто-то предпочитает это хранить вне поля зрения наших глаз. И последний пункт — это сделать полную переорганизацию своего стола, то есть продумать, как можно все по-другому переставить, как можно проэкспериментировать с какими-то украшениями. Я видела также вот здесь, ставлю картинки в Пинтересте, когда на стол кладут, ну, можно сказать, все попало, и расческу, и бальзам для губ, и какие-то книги. Кому-то нравится такое, кому-то это удобно, у кого-то стоит зеркало на столе, и кому-то также это нравится, у кого-то стоит лампа, у кого-то вообще ничего не стоит. Тут вы уже выбираете, как вам больше нравится. Я, например, также снимала видео по организации своего стола, и, наверное, то расположение, которое я имею сейчас на моем столе, я могу назвать идеальным. Сейчас я вам проведу такой небольшой тур. Хочу сейчас вам провести быстрый тур по моему рабочему столу, в общем, есть много подробных видео, поэтому здесь мы пройдемся быстро, и пройдемся, наверное, в основном по декорациям, которые у меня есть. Во-первых, это кнопка YouTube, здесь вот такое вот зеркало, также мне очень нравится вот такая вот, я даже не знаю, как назвать, сетка. Также я вешаю здесь какие-то нужные заметки, и в основном здесь у меня висят полуродные фотографии, еще снизу стоят открытки. В общем, такая многофункциональная вещь. Дальше, как мне кажется, из декора у меня вот этот органайзер, потому что он такой больше... Ну, в него много, кстати, помещается, но он такой больше просто красивый, он здесь стоит и радует меня. Всегда тут стоит моя свечка, не знаю, вот пока последнее время так, мне нравится это расположение. Здесь вот это, если что, не декор, это просто баночка для красок. Она у меня здесь стоит, потому что ее в целом не видно, или когда я сижу, или когда я снимаю, но я, когда раскрашиваю картину по номерам, очень удобно я беру. Здесь у меня два моих органайзера, плюс органайзер для моих всяких маркеров. Этот органайзер я вам уже показывала, также здесь моя лампа, компьютер, еще один компьютер. Но в основном как бы здесь не лежит, он в основном лежит вот на этой полке, когда я им не пользуюсь, и здесь уже идут все содержимое моих ящиков. Сейчас здесь ничего не хранится, потому что этот ящик у меня для моего учебного года. Я здесь храню тетради, какие-то доклады, конспекты всевозможные, мой студенческий билет. Но, как вы понимаете, сейчас я не хожу на учебную учебу, поэтому здесь ничего нет, появится только в сентябре. Дальше вот этот ящик основной с канцелярией, здесь прям очень много всего. Здесь у меня лежит все для занятий языков, здесь у меня английский, здесь другой язык. Здесь также очень классный календарик на месяц, который я еще не заполнила. Думаю, в июле стоит начать, потому что июль вот-вот завтра, по-моему, прям завтра. Теперь мы с вами продолжаем со следующей категории. Это бюджетные идеи от нуля до тысячи рублей. Не обязательно, что они будут тысячу, не обязательно, что они будут пятьсот. Если что, сейчас в кадре появился ноутбук, потому что там я записала эти идеи, и мне будет так гораздо удобнее. Надеюсь, что вас это не сильно отвлекает. Первое — это калаш из распечаток, фотографий, постеров на стене. Я думаю, вы знаете всю эту эру Пинтереста 2020 года, когда очень многие обвешивали просто свою комнату буквально всю постерами. Это были какие-то и розовые барби-постеры, и просто какие-то эстетичные, с небольшими какими-то рисуночками, не имеющими много смысла, но в то же время дополняющие и украшающие вашу комнату. Единственное, что в моей комнате находится из подобного — это вышивки, которые сделала моя мама. Это не совсем, конечно, калаш из фотографий, но тем не менее, это тоже вещи, которые висят на стене. И, как мне кажется, вышивки — это максимально атмосферно. Следующее — это маленькие подносы с мелочами. Это может быть также абсолютно бесплатная бюджетная идея. Или же вы где-то можете их приобрести. Например, я видела в фикс-прайсе такие, знаете, прям маленькие подставочки. Я видела в форме ракушки, бывает просто в форме блюдца. И вы можете также сделать это на каком-то мастер-классе из глины. Я видела много красивых, интересных вариантов. Потом как-то это классно раскрасить в такие яркие оттенки, чтобы это дополняло вашу комнату не только как функциональная вещь, а также как декор. Я знаю, что многие любят хранить так украшения, кольца, свои сережки или же просто какие-то камешки. В общем, это может быть все, что угодно, но это прикольная вещь. Также я видела очень много разных органайзеров именно для украшений. Это могут быть какие-то стойки, знаете, в форме веток дерева. Также стоит упомянуть про красивые подушки и всякие плюшевые игрушки, которые вы размещаете на своей кровати, не знаю, на своем кресле, на диване. И сейчас в Америке очень популярная тема. Я здесь вставлю вот такие вот картинки. У нас, по-моему, их не продают, и они называются очень довольно-таки странно. По-моему, они называют их Jelly Cat. Ну, по крайней мере, вот я подписываю на блогер, что она называет это Jelly Cat, хотя это мишка плюшевый. Также сюда можно отнести красивое постельное белье и пледы. На самом деле, это тоже такая безумно важная вещь. Я это поняла, наверное, когда у меня, в принципе, появилась двуспальная кровать, потому что она и занимает большую часть комнаты, и, соответственно, мне нравится, когда застельное красивое белье. Например, если это лето, я люблю постельное белье с цветочками, которое также у меня такое вносит летний вайп, даже если за окном такая погода, как сегодня, когда освещение что вечером, что утром, что днем, что ночью, оно просто одинаковое, и ты не понимаешь, какое время суток, и, в принципе, нет никакого ресурса. Хотя бы белье будет вам создавать какой-то настрой. Очень классная категория — это лампы. Я обожаю просто лампы, и всякие светильники это можно заметить и заметить там. В общем, я могу рассказать про лампы, которые у меня есть. Во-первых, это закатная лампа. Как я считаю, это очень важная, нужная покупка была, потому что она, правда, очень хорошо смотрится в комнате. Также у меня есть очень классный ночник в виде гриба. Они просто так называются. Вообще, это ночники от Urban Outfitters, но свой заказывала на Алиэкспрессе, как вы знаете. И также, что касается других светильников, у меня еще есть светильник из Икеи в форме карандаша. Почему-то на него многие обращают внимание и проводят какую-то параллель с Роблоксом. Я, на самом деле, для этого очень старая, и я не понимаю, что это такое. Поэтому можете мне объяснить в комментариях. Но, в общем, я его покупала, когда Икея еще функционировала, и мне он очень нравится. Там есть разные режимы цветной подсветки. Если где-то его можно купить, то я всем вам советую. Он действительно очень крутой и очень подходит именно по тему, вот знаете, рабочего места. Последняя вещь в этой категории, я такое сейчас редко вижу у людей, но, как по мне, это классная тема. Это настенный календарь. Теперь мы с вами переходим к самой последней категории в этом видео. Это, так скажем, не бюджетные идеи. И, в принципе, идеи, бюджет которых не ограничен. Первая идея — это купить какое-нибудь красивое, прикольное зеркало в вашу комнату. Есть зеркала с разными формами, разных размеров. И у меня, например, такое зеркало в полный рост, о котором я мечтала. Потому что раньше в моей комнате был такой, знаете, огромный шкаф с зеркалами в полный рост. Я думаю, у многих есть такие шкафы. Но потом, когда я переехала сюда, я поняла, что мне не нужен такой шкаф, а, во-вторых, мне нужно зеркало. И я думала, какое же зеркало взять. Следующее — это ковер. Я знаю, что это такая сугубо индивидуальная вещь. Очень многие считают, что они любят ковры. Но я всегда любила ковры. И, например, я хотела в этой комнате себе купить какой-то прикольный, там, пушистый ковер, какой-то необычный. Но случилось так, что с переездом и так было очень много дел, и я про это забыла. Мне кажется, что вполне можно начать искать, найти что-нибудь интересное. Следующая вещь — это умная лампа. Как многим покажется, возможно, это не самая нужная вещь. На самом деле, это реально нужная вещь. У меня на столе — это коллаборация Xiaomi и Philips. А в чем вообще удобство умной лампы? Я не скажу, что она у меня прям сильно умная. Она не включается у меня с телефона, хотя сейчас новые модели включаются. В общем, просто дело в том, что там есть разные режимы подсветки. Есть также режим ночника, есть режим, который подстраивается под внешнее освещение. Следующая такая, мне кажется, безграничная категория — это новая мебель. Можно купить все, что угодно. Можно начинать с малого, можно поменять всю мебель в комнате. Все зависит от ваших возможностей, от вашего желания. Последняя идея — это украсить свою комнату каким-то мерчем и какими-то декорациями. Здесь также вы можете привозить какие-то милые вещи из поездок. Например, вы привезли что-то из какого-то памятного путешествия, из какого-то тематического парка. В общем, ребята, на это мое видео уже подошло к концу. Я надеюсь, что вам понравилось и что оно также было для вас полезным. Это первое подобное видео, которое я снимаю на моем канале. Я буду очень рада, если вы поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. Также оставите любой комментарий внизу. Всем спасибо за просмотр. Я всех люблю. И всем пока!